В закон Ненецкого округа о предоставлении льгот по проезду к месту отдыха и обратно внесут изменения. В частности, речь идет о предоставлении льготного проезда в случае, если один из членов семьи не работает и получает пенсию по старости или по инвалидности. Соответствующие поправки представила заместитель губернатора округа Ниналь Семяшкина на первом в этом году прецессионном комитете. Поправки, которые представила руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты Ниналь Семяшкина, касаются предоставления льгот по проезду к месту отдыха и обратно на территории Российской Федерации. Проект закона прошел процедуру общественного обсуждения. Оплата льготного проезда в отпуск неработающим мужем и жене работника, не получающего страховые пенсии по старости инвалидности. То есть оплата будет только в этом случае. В случае получения оплаты пенсии по старости инвалидности, то работникам не будет данная оплата предоставить в связи с тем, что эта полномочия осуществляется с пенсионным фондом. Изменение оплаты проезда к месту отдыха и обратно коснутся лиц, замещающих госдолжности и выбранные должности местного самоуправления, госслужащих и работников бюджетных учреждений. Председатель окружного парламента Анатолий Мяндин предложил также предусмотреть условия, при котором у работников организации, финансируемых из окружного бюджета, при переходе в другое бюджетное учреждение право на льготный проезд возникает в случае, если работник не воспользовался этим правом на предыдущем месте работы в течение двух лет. Как отметил Анатолий Мяндин, подобная практика успешно реализована в Республике Коми, Тюменской области, Ямалоненецком округе и Хабаровском крае. Законопроект предложен для принятия в первом чтении, после чего работа над ним будет продолжена. Далее депутаты обсудили проект закона, который был разработан на основе обращений семей-усыновителей Неницкого округа. Представленным законопроектом предлагается предусмотреть возможность осуществления выплаты единовременного денежного пособия на получение образования усыновленным ребенком в любое время по истечении одного года со дня усыновления. Он касается возможности использования средств единовременного пособия значительно позже даты усыновления. То есть для оплаты обучения усыновленного ребенка в образовательной организации среднего, среднепрофессионального или высшего образования. Дело в том, что действующие культуры регулируют этот вопрос таким образом, что фактически усыновитель сможет направить средства на образование ребенка для получения среднего, специального или высшего образования только в случае, если он усыновляет ребенка не моложе 15 лет. Потому что там у нас сколько, три года предусматривают. Речь идет о единовременном денежном пособии в размере 500 тысяч рублей одному из усыновителей, осуществляющих воспитание и содержание усыновленного ребенка. Выплата пособия осуществляется в течение трех лет после усыновления. В течение первого и второго года единовременно по 150 тысяч рублей. В течение третьего года единовременно 200 тысяч. Средства могут быть направлены на улучшение жилищных условий усыновленного ребенка, получение образования или на лечение. Закон вступил в силу с 1 января 2014 года. Также поправками предлагается в случае улучшения жилищных условий усыновлённого ребёнка с использованием средств единовременного пособия установить обязательство закрепления за ребёнком части жилого помещения. Как отметила вице-спикер Татьяна Бадьян, законопроект направлен на адресную поддержку усыновлённых детей и защищает в полной мере интересы усыновляемого ребёнка. Проект закона рассмотрят на сессии, которая состоится 29 января для принятия в первом чтении.